Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Нефть начала падать и очень сильно. И я читаю заголовки. В средствах массовой информации падение нефти связывают с вспышкой коронавируса в Китае. Давайте попробуем разобраться, какая между ними связь. Ну, безусловно, в Китае сколько-то человек заболело новым видом пневмонии, очень опасной, вроде бы. И, с другой стороны, в это же время на рынке нефти наблюдается падение. Эти события по времени совпали. И, когда журналистам надо что-то написать, что они делают? Они смотрят, так, нефть упала. Так, а в связи с чем? Какие еще у нас события? И вот оно. Коронавирус. Посмотрите. Читаю заголовки. Смотрим вместе. Нефть и коронавирус. Минздрав назвал биологической угрозой новый коронавирус из Китая. Минздрав назвал биологической угрозой новый коронавирус. В Минздраве России признали угрозой смертоносный вирус. Эпидемия из Китая уже обвалила нефтяные котировки. Коронавирус человека. История, открытие, виды, эпидемиология. В России заподозрили первый случай. Тра-та-та. Значит, смотрите. Инвестинг ком. Очень известное издание. Коронавирус может обойтись рынку нефти в 3 доллара. Нефтегаз.ру. Данные по распространению коронавируса. Уважаемые издания, между прочим, РБК. Эксперты предупредили о падении цен на нефть из-за нового коронавируса. Распространение появившегося в Китае нового коронавируса может привести к резкому падению спроса на нефть и, соответственно, снижению цен на нее. Вы знаете почему? Почему? Потому что люди, которые заболели коронавирусом, перестанут пить нефть. Во! Инвестфьющер. Кира Юхтенко. Нефть испугалась риска в эпидемии коронавируса. Кира рулит. Смартлаб. Неужели и до нас докатился коронавирус? И так далее. Но смотрите, на самом деле, я сегодня посмотрел, что такое коронавирус и сколько человек заразилось. И посмотрел ужасающие заголовки. 570 человек в Китае заразилось коронавирусом. И рынок нефти обвалился. Вы видите связь? Я лично нет. Помните, недавно я снимал видео о корреляции, о том, что такое корреляция. Так вот, если два события совпадают по времени, то это не значит, что одно следует из другого. Сейчас я хочу предложить журналистам еще одну версию этого связи. Почему упала нефть? Нефть упала позавчера. А вчера я собирался забрать машину из ремонта. Вы видите связь? Я вижу. Прямая связь. Я собираюсь забрать машину из ремонта. И все, нефть обваливается в чертовой матери. Вот так. Я хочу предложить... Вот сейчас прямо остановите видео на паузу. Поставьте лайк. И напишите, пожалуйста, что у вас еще произошло там позавчера. Какие события у вас произошли позавчера, которые могли повлиять нефти. Ну, скажем, вы поскользнулись и упали. Вы опоздали на работу, и нефть упала. Масса всего произошло позавчера. Какое из этих событий повлияло на рынок нефти? А может быть просто вспомнить, что влияет на рынок нефти? Нефть – это биржевой товар, и цена на нее формируется спросом и предложением. Балансом спроса и предложения. Почему поднималась цена на нефть? Ну, потому что напряженность на Ближнем Востоке, там, где нефть добывается, и в Ливии идет война, и из Ливии нефть меньше поступает в Европу. А Иран сказал, мы там бомбанем посольство США в Ираке, или там, авиабазы, и нападение в Ираке на посольство. А Ирак тоже нефтедобывающая страна. И смотрите, спрос остается, предположим, на прежнем уровне, а предложение падает. Что будет с ценой на нефть, если предложение падает? Цена на нефть будет подниматься. И вот сейчас намечается просто некое, вероятно, во-первых, ослабление и отрезвление. Ну, все поняли, что войны не будет, скорее всего, на Ближнем Востоке. Трамп подписал фазу один с Китаем. И, в общем-то, акции американских компаний росли, 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 росли и выросли. Они вот, 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 вжух, растут. А что происходит с производством? С компаниями, которые производят продукцию. А вот прибыль компании растет не такими быстрыми темпами. И получается, что рынок-то американский становится слегка переоцененным. И сейчас идет сезон отчетности американских компаний. И если отчетность у компаний будет хорошая, то фундаментальные показатели подтянутся за рынком. А если отчетность будет не очень, то акции упадут. Они должны идти параллельно. Так вот, сейчас акции вздуты намного сильнее, чем рост промышленности. Подождем, увидим. И может быть, падение нефти – это первый предвестник того, что за падением нефти последует падение акций. А про коронавирус и на что он влияет, и почему такая шумиха, я расскажу в следующем видео. На сегодня все. Спасибо за внимание. Не забудьте написать, что у вас произошло позавчера и как это повлияло на нефть. Будет прикольно. Правда. Спасибо за внимание. С вами был Демитрович Юрий.